Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из Турции. С 8 октября закрыты для получения ВНЖ еще несколько районов туристических городов Турции. В Анталии, Мугле, Стамбуле и других городах сообщает Турпром на своем официальном сайте. Это означает, что в этих районах нельзя будет получить первичный ВНЖ на основании туризма, в том числе и аренды или владения недвижимостью, купленные после 1 июля 2022 года. Но продление уже имеющегося ВНЖ пока возможно. По информации сайта, турецкие власти закрыли 1162 района по всей Турции. В курортной Анталии недоступно для первичного ВНЖ 10 районов. 4 в Аланье, Каргаджак, Махмутлар, Кистель, Авсаллар. Ходят слухи, что и район оба уже близок к закрытию. 2 в Дюшималте, 3 в Каньялте, 1 в Муратпаши. Немалое количество районов попало под закрытие в Стамбуле, Кучук-Чекмедже, Башак-Шехир, Бакджилар, Абджилар, Бакчилевлер, Султангази, Эсенлер и Зайтинбурно. Столица Анкаре, Измире, Мардине, Мерсине, Мугле, Фетхе, Алю-Денис, Сейди-Кемер, Кумлуава, Адане, Бурсе и т.д. В связи с вышедшим постановлением появилась информация, к которой риэлторы, адвокаты и нотариусы уже объявляют практически стопроцентной, ссылаясь на какие-то внутренние документы и распоряжения. По их утверждению, заявки на ВНЖ по этим условиям уже начали принимать. Турпром пишет, что иностранцам, купившим квартиры до июля 2022 года, можно получить первичный ВНЖ на основании владения недвижимостью, то есть стопу с условием, если экспертная официальная оценочная стоимость квартиры больше 75 тысяч долларов. Иностранцам, купившим квартиры до 26 апреля 2022 года, можно получить первичный ВНЖ на основании владения недвижимостью, без необходимости предоставления оценочной стоимости квартиры. Кроме непосредственных собственников квартир, получить ВНЖ могут члены их семей, супруги, дети до 18 лет. Для тех, кто купил квартиру и получил свидетельство о владении недвижимостью, то есть стопу, после 1 июля 2022 года ограничение на получение первичного ВНЖ пока не снято. А если вы подавали на ВНЖ и вам отказали, то подать снова на ВНЖ на том же основании, например, попробовать снова собственнику по топу, можно только через 6 месяцев после отказа. Повторно подавать документы как студент можно хоть на следующий день. Ограничительные меры введены не только в отношении россиян, уточнили власти. Правила касаются и других иностранцев, которые выбирают Турцию в качестве второго дома. Но, как сообщают турецкие СМИ, что именно с массовым приездом русскоговорящих чиновники решились на такие меры. Ну а мы, конечно же, дальше будем следить за последними новостями. До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...